В рамках реализации совместной программы правительства Москвы и Московской епархии по строительству новых православных храмов на территории города в Южном округе столицы прошло очередное выездное совещание. В нем приняли участие депутат Государственной Думы, советник мэра Москвы и святейшего патриарха Кирилла по вопросам строительства Владимир Ресин, представители финансово-хозяйственного управления Русской Церкви и руководства округа. Эльвира Гордеева расскажет подробнее. Приход храма Державной иконы Божьей Матери в Чертанове действует с 1997 года. Вначале по инициативе церковной общины на улице Чертановской был построен деревянный храм-часовня, а в 2002 началось возведение по индивидуальному проекту Большого каменного двухъярусного собора. С верхним пределом в честь иконы Богоматери Державная и нижним в честь святых царственных страстотерпцев. За шесть лет шатровый Богородица Державный храм был построен и введен в эксплуатацию. В очередной раз с инспектированием внутренней отделки возводимой церкви на строительную площадку прибыл Владимир Ресин. Советник мэра Москвы и святейшего патриарха Кирилла поинтересовался ходом строительства дома Причта. Когда ложил Владимиру Ресину настоятель прихода отец Митрофан, буквально перед приездом комиссии в здание дали тепло. Теперь дело за подключением электричества, чтобы можно было заняться внутренней отделкой. Когда мы его должны сделать? По два месяца мы, думаю, управимся. Но будем стараться, чтобы свет был, чтобы могли что-то уже там конкретно делать. Вот сейчас пока начнем. Полы нужно делать, штукатурка есть, потолки. Затем комиссия познакомилась с обустройством внутреннего убранства новопостроенного храма. В скором времени здесь приступят к росписи стен. Завосится церковная утварь. Продолжается строительство 12-метрового керамического иконостаса. Выполнены его боковые пределы и ведется монтаж центральной части алтарной преграды. Сам храм, который центральный будет в честь державной кожной Божьей Матери. Справа от нас будет предел уже готов Серафима Саровского, а слева от нас Иоанна Кронштадтского. Советник мэра Москвы и Святейшего Патриарха Кирилла высказал нарекания в адрес подрядчиков в связи с тем, что сроки выполнения работ по иконостасу затягиваются. Они обещают, что к концу мая, но это их опять предположение, что они сделают полностью иконостас к концу мая. Если мая, не раньше, представители есть, скажите, что вы можете сказать? Работа очень сложная, детали настолько сильно расписываются. А деньги это не сложно. Я вот позвоню прокурору, разберемся, где вы нахуй, чтобы вас проверили. Несмотря на текущие неурядицы, уже сейчас понятно, храм Державной иконы Божьей Матери будет архитектурной доминантой района и одним из красивейших и просторных соборов Первопрестольного Града, способный вместить до полутора тысяч человек. Продолжение следует...